Я всех приветствую на телеканале Ветта. Меня зовут Максим Цыгвинцев и это кулинарный лайфхак. Сегодняшний рецепт просто потрясающий, крутейший, вкуснейший. Куча лайфхаков будет. Значит, вопрос к вам, любите ли вы печень так, как люблю ее я. Даже если не любите после сегодняшней программы, полюбите обязательно, потому что мы сегодня готовим печень индейки с печеным картофелем, с соусом песто и сметаной. В общем, будет круто, вкусно, молниеносно. Значит, первым делом, что я делаю? Я подготовлю картошечку. Мне нужно ее подмариновать и, собственно, отправить запекаться в духовку, потому что это займет некоторое время. Смотрите, у меня картофель прямо в кожуре. Я всегда использую картофель в кожуре. Никогда не счищаю, когда я его запекаю. Абсолютно делаю так каждый раз. Значит, картошку отправляю в миску. И вот сейчас будет самое интересное. Картошку нужно приправить, замариновать. Она ведь тоже должна вкусовую нагрузку получить. Первым делом, понятное дело, растительное масло как передача вкуса. Свежемолотый черный перец обязательно пошел. Немного соли. Мускатный орех. Это такой брат картошки. Всегда маст хэв на кухне, когда вы запекаете картофель или делаете картофельное пюре. Вот так, немножко буквально муската для ароматики. А вот сейчас пошли уже лайфхаки и фишки. Смотрите, для того, чтобы картошку усилить по вкусу, я всегда добавляю к ней немножко устричного соуса. Вот казалось бы, да, где устричный соус и где наш картофель? А вот очень круто. Ой же, лайфхак кулинарный, поэтому держите от души, как говорится. Немножко остринки, соус табаско, буквально две капли. Это так на любителя не хотите, можете не добавлять. Ну и травка свежая. Сейчас лето, с огорода все привозится. Свежий тимьян тоже отправляется прямо к картофелю. Посмотрите, как уже это красиво выглядит. Вот такая штука. И даже я руки не пачкаю, я вот таким вот образом картошечку замешаю. Все. Она покрылась тонким слоем вот этого вот устричного соуса. Никто никогда не узнает, что он там есть. Но когда будет есть картошку, скажут вам, а что ты с ней сделал такое, да, с этой картофелем? Могут сказать, а я смотрел кулинарный лайфхак Максима Цыгинцева. Он там и не все и рассказал. Так, картошку отправляю на противень. Запекаться в духовку 25 минут будет достаточно при температуре 190 градусов. Можно в конце конвекции добавить, чтобы корочка была ярче. Отправляем все в духовке. Главный гвоздь нашей программы сегодняшней, это, конечно же, печень индейки. Вот, посмотрите. Печень сегодняшняя мне предоставлена магазином Мясная Экоимперия, друзья мои, что находится на центральном рынке. Я уже работал с этим продуктом, уже работал с этой индейкой, делал паштет. Посмотрите на телеканале, посмотрите в интернете, на сайте Ветты. Рецепт тоже обалденный, потрясный. Продукция высшего класса, друзья мои. Я вот это вам гарантирую на 100%, прямо смело. Смотрим рецепт, идем в Экоимперию и покупаем там индейку. Вот, друзья мои, посмотрите, да, показатель. Если вы не знали, например, я тоже вам даю лайфхак, как понять, свежее мясо перед вами или нет. Нет, кость должна быть белая максимально, такого молочного, цвета прямо, ну вот чисто белого. И тогда это говорит о том, что мяско перед вами хорошего качества. Вот передо мной абсолютно белые кости, и я уверен, что мясо у меня просто потрясающее. Друзья мои, Мясная Экоимперия. Мясная Экоимперия – прямой поставщик мяса индейки из села Пычас Удмуртской Республики. Охлажденное натуральное диетическое мясо индейки халяль ищите в магазине на Центральном рынке. Свежие поставки два раза в неделю. Значит, я начинаю делать шашлычки сегодня. С картофелем будут шашлычки из куриной печени. Вот с таким вот беконом. Бекон у меня подкопченый, он сочный, да, он будет плавиться на сковородке, давать печени вот этот вот подкопченый вкус свининка. Плюс это просто вот отпад, отпад, друзья мои. Я делаю печень большая, да, у индейки. А мне нужно как бы сделать такие, ну, как кубики, что ли. Поэтому я печень нарежу на фрагменты. У меня будет сегодня три шашлычка. Вот так. Вот я беру вот так вот ломтик бекона, закладываю в него печень, и прям вот так вот заворачиваю. Бат, завернул, сразу же беру шпажку и прокалываю печень насквозь. Все-таки кусочков я сюда насажу по два. Все очень просто, видите, кстати, еще удобно. Вы заметили, да, я печень даже не мыл, потому что в мясной каимперии все уже готово к приготовлению тут же. Даже ничего не нужно вот перебирать. Все визуально видно, печень чистая, без всяких там кровяных каких-то историй. Вот так, видите, вот такой шашлычок у нас будет. По два кусочка. Можно даже третий. Нет, делаем три все-таки. Хочется три. Отличная история, кстати говоря, для такого пикника, да, то есть дачный вариант. Можно приготовить на гриле, не обязательно на сковородке. Посмотрите, как красиво смотрится. Такая вот штука на шампур посадили, на угли дали. Вообще восхитительно. Ну, таких вот два шашлычка я сделаю. Бекон тоже желательно, да, я рекомендую брать вот не который вам при вас нарезают, да, а именно подкопченый в упаковке. Он намного вкуснее, ароматнее. Все супер, просто супер. Бекон у меня чуточку соленый, как вы понимаете, да, поэтому я его подперчу. Дальше шашлычки, так сказать, приправлю и все-таки чуть-чуть пересолю с обеих сторон, потому что печень-то ведь не соленая. Переверну и поперчу с другой стороны. Все очень просто, максимально просто. Максимально просто, друзья мои. Никаких заморочек, но это будет очень вкусно. Смесь масел на сковородку, как я люблю, растительная и сливочная. Растительная для того, чтобы сливочная не горела, но при этом вкус сливочного масла обязан здесь быть. Это очень важно. Всегда готовлю печень в присутствии сливочного масла. Причем немаленького количества хочу дать. Вообще индейку, интересное такое слово, пряжить, да, как бы жарить в полуфритюре таком, вот в большом количестве сливочного масла, когда жаришь, даже в теле, грудки, вообще никогда ничего не сохнет. Все, я прокаливаю сковородку. Мне надо, чтобы масло сливочное запенилось, и тогда я могу спокойно вводить мои шашлычки непосредственно туда. Вот оно, видите, пошла пенка. Все, пошло шипение. И я шашлычок, собственно, прямо в этом масло, вот так вот опускаю. Все, и сейчас будем жарить. С одной, с другой стороны, до золотистой корочки, потом я с лигонца накрою это дело фольгой, и печень уже дойдет, собственно, под фольгой до нужной мне температуры. Можно, даже нужно, я бы сказал, но это на ваше усмотрение, печень индейки, и вообще и куриную печень в том числе, есть medium well приготовлена. Она должна быть слегка разоватая внутри. А тельячая так вообще просто обязана быть. Поэтому, ну вот тут, конечно, смотрите сами. Еще вам один такой факт про индейку, про печень индейки. Она очень богата антиоксидантами, которые замедляют старение, в общем, и помогает вам быть жизнерадостным и крутым. Вот, смотрите, у меня маслечко тоже начало прям карамелизоваться. Такая появилась карамель, карамельного цвета история. Пахнет уже просто невообразимо и беконом, и жареным маслом. Я в этот момент вожу еще тимьянчик. Дам немного тимьяна. Вот он начал стрелять, это нормально абсолютно, не переживайте. Кто любит чеснок, можно в этот момент чеснока, но у меня он в песто, поэтому я добавлять сейчас не буду. Вот, посмотри. Вот он свет. Вот он, ну просто все. Температурку чуть-чуть сбавлю. Также в печени индейки содержится такое вещество селен. Он помогает, усваивается йоду. А это в наших уральских условиях просто классная штука. Короче, кладезь здоровья это печень индейки. Берите, готовьте. Круто. И смотри еще, как можно делать. Вот так вот я поливаю вот эту штуку с этим пенистым маслом, с жиром от бекона. Видели бы вы сейчас глаза операторов, как они смотрят сюда, вот на эту печень великолепную. Сейчас мы все попробуем. Так, друзья, все, у меня обжарен обжарен мой продукт. Я сбавляю температуру на минимум и накрываю фольгой. Вы можете накрыть крышкой, просто у меня крышек нет. Я вот так вот фольгой пользуюсь. Все, и что печень у меня доготовилась внутри до нужной температуры. 60 градусов будет вполне достаточно. Вот смотрите, вот она индейка, вот это филе индейки абсолютно халяль, да. Оно приходит к нам из Удмуртия, село Пычас. И приобрести бы его, еще раз, да, скажу, можете на центральном рынке мясная экоимперия. Вот и все. Быстрый соус максимально трехминутка, даже полтора-полутора минутка. У меня всегда в холодильнике вот такое вот песто. Сейчас лето, много всякой зелени получается. Здесь у меня базилик, петрушка, немножко сыра твердого, ну там соль, сок лимона. В общем, простейшая история и рецептов полно. Песто обожаю, он у меня всегда есть, потому что можно делать вот такие соуса. Сейчас мне ничего делать-то не надо, я смешаю сметану и смешаю вот это песто. Умрете от счастья. Ложку беру и примерно один к одному. Посмотрите, какой цвет. Тоже тут есть хитрость, видите, какой яркий цвет у песто. Почему? Да потому что я добавляю сок лимона. Кислота, она нейтрализует вот эту историю с потемнением. Песто получается всегда приятного цвета. Хотите, заморозите песто и потом доставайте, можно как в бомбочке бросать такой лед хоть куда. Очень вкусно. Вот я добавляю песто к сметане. Все и перемешаю. Перец. Немножко соли. Соус готов. Все. Ничего не надо делать. Картошки, вот эта вот потрясающая штука будет, очень вкусно. Так, проверяем, что у меня тут с моей печенью. Перемешиваю еще раз. Накрою и пойду проверю картошку. Все, картошечку я достаю. Сразу будем сервировать ее. Очень здорово, такие вот прижарочки интересные. Сверху я потру твердого сыра на картофель. Вот так. Выкладываем наши прекрасные шашлычки из индейки. Я немного их обсушу на салфетке. Чтобы убрать лишний жир, обсушим на салфетке, вот таким вот образом. Видите, как много жира сразу уходит. Все, и выкладываем шашлычки. Это, конечно, наш соус. Сбоку аккуратно и сверху украсим тимьяном. Ведь тимьян у нас в блюде присутствует. Имеем право, он даже вот тут с цветочками такой очень неплохо смотрится. Все. Это ли несчастье? Да, друзья? Что же это тогда, если несчастье? А это оно. Я вам желаю приятного аппетита. Меня зовут Максим Цыгвинцев. Кулинарный лайфхак, кулинарная школа Папина кухня. До скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»